Всем большой привет! Спасибо, что остаетесь с каналом «Железные магистрали». В этом сюжете поговорим о развитии и сохранении трамвайных сетей в украинских городах. Давно известно, что не все городские администрации благосклонно относятся к трамваям, да и вообще к коммунальному транспорту. Иногда проще сократить выпуски, убрать лишние маршруты и отдать большую часть транспортной сети города частным перевозчикам. Не так давно на канале вышел сюжет о Конотопском трамвае, в котором шла речь о пополнении парка вагонов двумя трамваями Т-3. Еще четыре вагона должны поступить в течение года. То есть в городе, который хоть и не является областным центром и имеет население около 87 тысяч человек, пытаются сохранить трамвайную сеть. Теперь перенесемся на запад Украины. Во Львове продолжается реализация двух масштабных проектов по реконструкции уличной сети и трамвайных путей. Так начался первый этап реализации проекта по капремонту Дворцовой площади возле вокзала. Там меняют схему движения транспорта, а трамваи будут подъезжать прямо к зданию вокзала. Раньше разворотное кольцо находилось в 100 метрах от него. Работа при конструкции также продолжается на улице Заморстыневской. Там перекладывают заново все коммуникации, затем уже благоустраивают улицу, прокладывая трамвайные рельсы. Остановки будут выглядеть по-европейски. Одна платформа полностью сливается с тротуаром и выходит на проезжую часть. Второй перрон размещается как островной. В Виннице этим летом отремонтировали несколько пересечений с автомобильными дорогами и кривую на улице Соборной. А также продолжаются работы по улице Замостянской. Там должна капитально отремонтировать почти один километр улицы бульварного типа вместе с трамвайными путями. Больше половины работ уже выполнили. И теперь пришла очередь Житомира. В этом году житомирский трамвай будет отмечать свое 120-летие. 22 августа 1899 года в городе начал работать электрический трамвай. Спустя более сотни лет в Житомире остался всего один маршрут. Хотя ранее в городе было 5 маршрутов, 4 из них были ликвидированы из-за расширения троллейбусной сети. Начиная с 1974 года трамваи курсируют от Площади Победы до Льнокомбината. Длина этой трассы составляет 7 километров. Несколько лет подряд в Житомире муссируется информация о ликвидации трамвайного движения. В последний раз такие новости появились 24 мая текущего года. Тогда в местной прессе разместили заметку о том, что городской глава Сергей Сухомлин видит несколько возможных путей решения данного вопроса. Либо трамвай заменить троллейбусом, или искать деньги на обновление подвижного состава и ремонт путей. По его словам, нужно заменить 15 километров трамвайного полотна и закупить 10 новых вагонов. Вместе это будет стоить 25 миллионов евро. О том, что город может закупить по значительно низкой цене БУ трамваи из Европы, по всей видимости, речь вообще не идет. Процитирую слова городского главы. Ликвидация трамвайного движения в Житомире возможна только в случае доверия людей к власти. Как вариант, снимать трамвайные пути и запускать новые троллейбусы-гармошки, но я думаю, что пока житомиряне к этому не готовы. Нам нужно изменить транспортную систему, получить новый подвижный состав, после этого будет доверие и люди тогда по-другому будут готовы обсуждать этот вопрос. Конец цитаты. То есть в городской администрации такие идут намеченным путем и после закупки новых троллейбусов начнутся работы по ликвидации трамвайной сети Житомира. Вслед за этой публикацией 7 июня появляется статья руководителя житомирского трамвайно-троллейбусного управления. Евгений Демчик пишет, что выступает категорически против ликвидации трамвая и предлагает даже создать новые линии и маршруты. Как вариант могут появиться новые линии на улице Восточной по проспектам независимости и мира. Учитывая, что Европейский банк реконструкции и развития готов предоставить городу кредит на покупку 50 новых троллейбусов, очевидно, что судьба житомирского трамвая уже предрешена. Будем надеяться, что празднование 120-летия житомирского трамвая в этом году будет не последним, иначе город лишится не только части своей истории, но и транспортной артерии, которая имеет немаловажное значение для жителей города. Благодарю всех за внимание, оставайтесь с каналом Железной Магистрали, желаю всем приятных путешествий по железной дороге и хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok